Приветствую всех, кто взглянул ко мне на канал. Мы запланировали небольшое путешествие, воспользовавшись тем, что майские праздники. То, что у мужа сейчас отпуск. Что касается глобального отпуска в плане моря, да, летом, то, скорее всего, нет. Да, вероятность сейчас очень маленькая, поэтому мы решили не тратить время даром. И использовать это время для путешествия. Правда, двинуться мы решили не в сторону юга, а наоборот, на север, в сторону Москвы. Хотим посетить несколько городов, ну и, скажем так, в двершине путешествия, да, заехать в столицу. В связи с тем, что у нас будет такой кочевнический образ жизни, я, соответственно, планировала косметичку. Это хорошо, когда на юг едешь, да, ты приехал, я могла горы косметики набирать, все это выставил. И 14 дней обычно, да, ни о чем не беспокоишься. А здесь придется все это постоянно переносить с собой. В общем, основной, конечно, упор я делала на какие-то мини-версии. Итак, что касается такого мыльного ухода для волос, я беру парочку от Керасис. 180 миллилитров объем каждого продукта, восстанавливающий шампунь и восстанавливающий кондиционер. Также я решила взять вот такой пробничек, он тоже, шампунь и снова это Керасис. И плюс еще маску отдав, одноминутную, восстановление и питание. Я не стала брать средства для укладки, не смывашки. Я постараюсь все-таки эту неделю без них обойтись. Не хотела лишний груз. Так, что касается геля для душа, то я беру вот такой гель от Натурия. По-моему, это корейский гель с ароматом меда и жасмина. Здесь объем 100 миллилитров, я думаю, вполне будет достаточно. Затем мыло. Я долго думала вообще брать мыло или не брать. Думаю, может быть, там, где мы будем останавливаться, будет мыло. Но нет, все-таки на всякий случай я решила взять вот такой флакончик. Это Avon Planet Spa. Мне он понравился тем, что он маленький, всего 150 миллилитров. И здесь очень удобно в плане дозатора. Он не выскакивает вверх, что потом его назад нужно. Опускать, да, просто открыл, закрыл, носик повернул. Поэтому я решила, удобно возьму. Зубная паста. Зубная паста Love Beauty and Planet. Недавно открыла и как раз ее решила взять с собой. Нет у меня никаких мини-версий в этом плане. Поэтому, да, придется брать полноразмерку. Эта паста у меня идет с углем и цветками апельсина. Очень приятная на вкус. Затем дезодоранты обязательно этот я беру себе. Это Ericssona ярко и цветочно. Ну и мужчина спитстик Q. Как видите, ничего не беру, да, увлажняющего. Я тоже постараюсь без всех этих средств обойтись. Ну и что касается ручки-ножки. Для ног я все-таки решила, тоже не хотела. Но потом в последний момент передумала. Взять Faberlic про ноги. Бальзам для усталых ног. Охлаждение и релаксация. Потому что ногу придется ходить. И я подумала, что все-таки пригодится. Потому что как-то у меня с ним в последнее время не задалось. Редко, прошу прощения, редко использую. Ну и крема для рук. Мини-версия, которая у меня сейчас болтается в сумочке. Это Avon с экстрактом акации. Но мне этого однозначно будет мало. Поэтому я еще сразу беру и фроше, манго и кориандр. Тоже мини-версия. 30 миллилитров. Так, далее. То, что касается ухода за лицом. Если говорить про очищение. Может быть, мне кажется, сейчас смотрю, я лишнего набрала. Но пускай они маленькие по объему. Я думаю, ничего страшного. Итак, что касается мицеллярной воды. Вот такие остатки лаборатории Филарга. И плюс еще остаточки мицеллярной воды Крымская роза. С гидроватом розы. Я думаю, как раз в поездке и тот, и другой флакончик добью. Затем умывалочки. Вот такая умывалка от Ифраше с водорослями. Ее также можно использовать как средство для снятия макияжа. Хотя, на мой взгляд, она слабовата. Я ее уже начала использовать. И еще я беру Киллз. Пенка для умывания. Для комбинированной жирной кожи с календулой. Так, теперь, что касается тоника, то опять же я беру Киллз. Маленькую версию, 75 миллилитров. Как раз, я думаю, удобно. И вот такой флакончик царства ароматов. Вода ароматическая, натуральная. С афирными маслами кипариса и лимона. Для жирной пористой кожи Южная ночь. Я брошу в сумку. Мне нравится использовать в дороге. Потому что мы едем на машине. Мало ли, я не знаю. Погода, конечно, не обещает быть прям такой очень жаркой. Но все равно, я считаю, такая вещь под рукой должна быть. Кремы, что касается для век, то я беру Белленду. Веганские мюсли. Ну, а для лица я набрала, выгребала все пробники, какие бы было возможно. Итак, вот такой пробник Вианек. Это я получала с Мэйкап. Затем еще у меня был подобный пробник. Такой уже синенький. Я так понимаю, и тут и другой. Крем, они дневные. Затем вот такой пробник Эмбриолиз. Антиэйдж. Айнлип Клиаспот. Монтирующий. Гринье. Скин Нейчерлс. Гиалуроновый алоэ гель. Урьяш. Лайт Вота. Крем. Так, еще у меня был вот такой набор пробников Сесдерма. Здесь... Сейчас открою, покажу. Итак, здесь в наборе крем для зоны шеи и декольте, насколько я понимаю. Затем непосредственно сам крем антивозрастной. И еще сыворотка. И вот вроде бы много всего. С одной стороны, мне кажется, что хватит. Но с другой день и ночь... Я все-таки решила на всякий случай взять мой подарочек, да, от Юленьки. Юлия, если смотришь, мне большой привет. Эликсир Ботаника от Ифраше. Там на всякий случай будет. Так, конечно же, маски. Маски я взяла всего три, которые не успела использовать за прошедший месяц. Это гиалуроновая маска от Фаренкоз. Это буренка от Фани Органикс. И это Шайн 3 с гранатом. Думаю, три мне будет вполне достаточно, потому что каждый день я их делать не буду. Это то, что касалось ухода. Теперь, что касается декоративной косметики. Так, я убрала все уходовые средства в зеленую косметичку. И сейчас мы разбираем косметичку красную. То есть та, которая идет в декоративной косметике. Я оставила вот только крем для рук и ароматическую воду. Это то, что я в сумочку брошу. Итак, что касается базы. Здесь у меня Эвлин Косметик с Base Full HD. Зеленая. Кстати, на удивление, я все время думаю, что она вот-вот закончится. Но она так пока у меня до сих пор и остается. Но подозреваю, что в этом путешествии я все-таки ее закончу. Затем база под тени. Снова Эвлин Косметикс. Тональное средство. Тоже я решила взять, что называется, остатки. Новые средства не открывать. Это Max Factor Radiant Lift Light Ivory оттенок. Видите, тут немножечко. Прям чуть-чуть. И еще остатки Dr. Pierre Rico. Что касается консилера, то я беру Revlon в оттенке Fire Clay. Пятый. Классный. Мне он так нравится. Прям очень удовольна. Не так давно открыла. Так, ну, конечно же, спонж. Спонж совсем свеженький. Арифлеймовский. Вот только вчера... Нет, не вчера. Позавчера, получается, да? Позавчера забрала посылку. Вот, я его даже не открывала. Так, затем... Что у меня? Ну, конечно же, палетка. Палетку я решила взять Evelyn Cosmetics. Cosmetics, шоколад. Что-нибудь я вам покажу. Вот такие оттеночки. Ну, то есть, в основном, это что-то шоколадное, коричневое и так далее. Был порыв взять что-нибудь более минималистичное. Ну, конечно, мы это не передумывали. Если палетка уже с апреля месяца, она мне нравится. И пока не хочу с ней расставаться. Поэтому, пускай она будет со мной в дороге. Теперь, что касается румян. Да, то я решила взять вот такое средство от Vivienne Sabo. Это была лимитка Venus Balance. В общем, здесь с одной стороны, ну, можно как скульптор использовать. Можно как румяна. И оттенок прекрасно подходит вот к тем оттенкам, которые у меня в палетке. С другой стороны, хайлайтер. Поэтому я решила брать ее. Так, пудру я беру от Faberlic. Компактную. Очень мне будет не хватать на рассыпчатой пудры. Но не хочется ее с собой таскать. Да, она все-таки очень громоздкая. Да, забыла вам показать тушь. Раз уж я начала про тени. Тушь. Беру новенькую. Evelyn Cosmetics Big Volume Mascara Real Shock. Пока я ей воспользовалась только два раза. И пока мне все нравится. Давайте вам покажу. А то я все бегом-бегом. Действительно тороплюсь, потому что скоро уже выезжать. И хотела успеть отснять это видео. Такая она силиконовая. Удлиняет и объем придает. Понравилась. Так, для бровей я беру Avon. Leon's Mane. Не могу прочитать. Оттенок Blonde. Да, и, конечно же, карандаш для глаз. Я беру черный. Калестар. Так, здесь у меня еще кисти для теней. Так, теперь что у меня здесь остается? Губки. Губки я решила взять вот такой кушон от Avon. Два в одном. То есть, можно использовать как румяна и как помаду. Так, очень удобно. И оттеночек мне нравится. Ну, и еще помада. Аклориаль. Ноу джаджмент. Матовая. Покажу. Тоже очень хорошо подходит к моей палетке. Ну, и карандаш для губ. Avon True. Simple Spice. Они прям созданы друг для друга. Так, и остается у меня еще парфюм. Тут еще кисть от Essence. Это для румян и хайлайтера. Пинцет. Пинцет я взяла, опять же, Ariflame. Он, кстати, еще закрыт. Я вот его только в покупках показывала. Что касается парфюма, я забираю пробники. Которые были в посылке от Yulinky. Это Moschino, той-два, аромат Bubble Gum. Это My Way от Giorgio Armani. Ну, и еще буду добивать ручку Versace. Crystal Noir. Мужчинам своим беру Allure Sport. Маслянистые духи. В виде ролика. Ну, и, собственно, это все. Да, все, что у меня в этой косметичке. Единственное, беру еще салфетки. Ну, само собой. Это необходимо в дороге. Aura, Tropic Cocktail. И такие более... Упаковочка побольше, которая будет в машине. Это влажные пилотенца с лантаином и серебром. Тоже, думаю, будет в дороге очень удобно. Так, ну, на этом у меня все. Я извиняюсь, что так, может быть, где-то скомкано. Где-то заикалась. Старалась побыстрее, потому что нам действительно уже скоро выбегать. Всем огромное спасибо, кто был со мной. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok